Всем привет! Сегодня у нас видео о косметике. Поговорим сегодня про волосы и уход за ними. И еще немножко у нас будет такого для тела. Я кое-что забыла в прошлый раз вам показать. По уходу за телом тоже немножко будет. Так что давайте приступим. Давайте начнем с базы. Я приобрела такой огромный шампунь. Я пришла к выводу, за последние три года я использую Davinos. Мне все у них нравится. Эта фирма очень хорошо дружит с моими волосами. У них очень крутые ароматы. И я повторюсь, где-то в видео говорила, что у Davinos мне не подошло только средство для укладки. Такое прозрачное белое, как будто бы лак для волос, на мокрые волосы потом сушить. Они быстро грязнятся от этого. Все остальные средства мне очень подошли. Что я здесь приобрела? Энергайзинг шампунь. Литр. Не литра хватает на год и примерно 3-4 месяца обычно. Очень отвратительно. Не понравился его аромат. Я заказывала онлайн. Поэтому я не знала подоплек. Если бы у меня была возможность его в магазине купить, я бы понюхала. Я бы его никогда не купила. Я его покупала, конечно же, по описанию и эффекту, который обещают. Вот про ощущения я сразу говорю. Это типа эвкалипт энергайзинг же. Стимулирующий кожу головы скальп. Звездочка. Девочки, просто звездочка. Мята, эвкалипт, звездочка. Вот это вся история. У них очень крутые отдушки, парфюмированные, как дорогих парфюмов. И мне очень приятно. Поможешь волосы до винасом, потом они пахнут с этим ароматом. Я вообще не представляю, как это будет вот этим. Голова моя пахнет звездочкой. Литр на год. Фаталити, короче. Но я хочу объяснить, почему я его приобрела. Пока еще эффекта нет. Я помыла им два раза волосы только. Так что я пока рекомендации не могу дать. Но буду пользоваться, потому что я хочу эффект. Вот слушайте, что они обещают. Его эффект укрепления защиты волос препятствует выпадению, потере цвета, придает мягкость, шелковистость, не сушит кожу головы, предотвращает появление секущихся кончиков. Средство насыщает пряди витаминами, минералами, которые поддерживают ухоженный внешний вид и улучшают структуру волос. Средство обладает улучшенной формулой с высоким содержанием витаминов, минералов, которые оказывают благотворительное действие на структуру и внешний вид волос. Продукт безвреден, не вызывает аллергических реакций, не оставляет следов, подходит для любого типа волос. Борется также с перводью, позволяет уменьшить активность сальных желез и придавать натуральный блеск волосам. Ну просто сказка, чудо чудное. Еще я не стала ее показывать, но у меня появилась маска, она мне покрасила волосы в синий цвет. Для тех блонды, кто как я, кто пользуется фиолетовыми синими шампунями, вот блонд холодный, как у меня, для убирания желчизны, вам подходят фиолетовые тонирующие средства. Синие не подходят, они вот сразу синим перебиваются. Это мне там лекцию мой колорист читала, я бы использовалась маской Davinos, я ее не буду показывать, потому что я ее если найду в интернете, я вам покажу ее. Я ее использовалась только один раз, она мне очень сильно окрасила волосы, я не знаю, куда идти, что с ней делать. Может быть, со временем она мне как бы поможет, но не факт. В общем, окрасила мне сильно волосы, и там она синего цвета. Мне нужна такая, она фиолетовая, это такая вроде бы как новинка у них для поддержания блонда. Из масок, вот такая еще маска, это No No Hair Mask. Тоже она крутая, приятная, аромат здесь обычный, это классическая, ну политически ничем не пахнет, слава богу. Я вам показывала эту маску, которая у меня пахнет конем и конским потом, я ее добью и приступлю к этой. Здесь у нас для глубокого восстановления и питания волос. Для окрашенных, поврежденных, ломких волос. Реально работает, я использовала ее еще на одном своем члене семьи. Волосы были повреждены окрашиванием, она реально, волосы гладкие, блестящие, шелковистые становятся. Я пару раз ей пользовалась. Да, приятно, хорошо, как и все клевые, хорошие маски Davinos. Вот все, что для волос маски, я советую Davinos. Это круто, они делают это хорошо. Хорошо, немножко про маски продолжим. Здесь у нас 8 секунд жидкая маска для волос от фирмы Masi. Или Masi, я не знаю, как правильно, это корейская история, все по-корейски. Это аналог, не знаю, как по цене сказать, аналог маски. Она есть, я вам про нее в прошлый раз про волосы что-то рассказывала. Маска есть в Сифоре, в американский, в турецкой точно тоже. Бренд называется Mika. Это силиконовая, силиконистая маска. Она очень жидкая, как вода, ее надо немножко. Ты ее наносишь там на волосы, назовем так, на влажные, пока можешь. И держишь ее от 1 минуты до 5 минут даже можно, можно подольше. Здесь просто убойная доза жидкой силиконов для сглаживания чешуек ваших волос. Жирными при этом она их не делает. Точно с таким же эффектом есть маска у фирмы Mika. Она у меня была. Мне очень нравилась. Минусы, а очень быстро, так как это жидкая фигня, она очень быстро расходуется. Ты не замечаешь, как ее много не надо. Она там чуть-чуть даже пенится, когда разносишь по волосам. Это минус ее. Второе. Это недлительный, недолгосрочный эффект, как до Винус. Например, маски восстанавливающие, всякие там укрепляющие, питающие и реконструирующие. Это вот на здесь и сейчас. Вот сегодня помыли голову, нанесли гладкие силиконистые волосы. Не склеивает, не утяжеляет, сосульки не делает. Ты же это все смываешь. Ну, такое, на разово. До следующего мытья. В долгую не работает. В Турции тоже продается, кому надо, трендиоли можете поискать. И вот перекупы, кто продают корейскую косметику по всяким инстаграммам наши привозят. Вот там я эту маску в инстаграме видела, она тоже есть. И цена такая же, как и везде, с небольшой накруткой, там на 100 лир где-то дороже от ее реальной стоимости. А теперь переходим немножко к укладочным средствам. Вот такой матрикс я приобрела. High Amplife Wonder Boost. Типа для прикорневого объема средства. Здесь распыление, очень приятный аромат, очень разнится цена. В некоторых магазинах разбег вообще такой в два раза. Я встречала эту штуку. Это от магазина, зависит где продается. Можно каких-то скидках посмотреть. Для объема. На самом деле это казалось больше. Это как будто бы Boost, прикорневой объем с эффектом термозащиты. Я и мой парикмахер, мы пришли к мнению, что это больше напоминает, кстати, эта штука, кстати, работает с клиентами. Это больше термозащита, нежели объем. Да, объемчик небольшой дает с этим средством. После мытья наносишь несмываемое и сушишь волосы. Оно, если волосы у тебя такие жирнятся и тяжелые, оно присушивает немножко. Это как будто термозащита с легким-легким эффектом лака для волос. Как будто туда в состав лак для волос намешали. И как бы объем, да, как шапка на волосах. Но при корневого я бы не сказала, что корни более такие, типа, держат. Также оседает быстро, ну, ненадолго этот эффект. Но как термозащита, да, используется это неплохо. Вот написано, нанесите на влажные волосы или сухие волосы, направляя аппликатор на корни или по всей длине волос. Высушите волосы с помощью фена или естественным образом уложите их. Так что я использую, но второй раз я покупать не буду. Это штука рабочая, но прям совсем на легкие волосы, кому прям чуть-чуть и объем. То есть это классно для тех, кому не надо сильной фиксации. Но как вот неплохо придуманное, как термозащита, сразу типа два в одном. И объемчик небольшой, типа чуть-чуть лаком, как будто бы ты чуть-чуть пеночку использовал. И тут же термозащита. Идея классная, средство хорошее. Просто лично мне оно не супер что-то меняет и делает. Соответственно, повторять не буду. Ну вот у кого с этим проблем с тяжестью волос нет, вас легко. Вот присмотритесь, классная штука, два в одном. Неплохая, ничем неприятным не пахнет. Дальше раз про укладку пошли. Коин я приобрела. Это по совету моей подписчицы. Спасибо вам большое. Вот как мне написали, я присмотрелась, побежала покупать. Это прикорневой объем, номер 75 у него. Что это за средство? Оно есть в маленьком объеме, есть вот в таком большом. Есть еще третий экстра большой объем. У меня здесь 200, нет, у меня здесь 300 миллилитров. Есть 100 или 85, 300 и чуть еще даже больше, до 500. Ну это профессиональная тема, да, вот такие объемы. Это легкий спрей для создания объема и прикорневой зоны. Поднимает волосы, создает максимальный объем для, делая волосы более послушными. Содержит ОФ-фильтры, то есть защита, кстати, при солнце. То, что сейчас на лето. Я больше скажу, это не так активно распыляется, как Матрикс. Здесь маленькая такая плевалочка. Может быть, у меня какая-то бракована. У меня здесь небольшая такая распылялка. Это жидкий лак для волос и пенка два в одном. Вот ты реально намочила волосы, помыла. Берешь это, пшик-пшик, прям не на всю шапку волос, а прям на корни. И прядочки по рекомендации разделяешь и пшикаешь просто под корни. Потом волосы сушишь. Я вот всегда головой вниз их сушу, чтобы объем был. Да, это работает, в принципе, как Матрикс. Но здесь вот этого клеящего эффекта, больше вот этого лака для волос и пенки, вот этого фиксирующего, оно держится получше. Но, опять же скажу, для моих волос, к сожалению, проблему все не решают. Это эффект не надо. Вот сегодня, вот сейчас моя укладка, вот мои волосы. Это я высушилась вот этой штукой. Особенно, ну, объем, вот видите, да, объем вот у корней вверх. Нет, волос, у меня проблема моих волос. Они очень тоненькие, но их много. И у меня такие штуки укладочные хорошо работают, когда мои волосы легкие, то есть короткие. Когда у меня было корея стрелы, чем короче, тем мне проще их укладывать. Сейчас они длинные и от этого тяжелые. Их очень много. Они тоненькие, но их много. Соответственно, они не держат эту форму, им тяжело. Они очень быстро оседают и тянут вниз волосы. Чем, вот если бы у меня была короткая стрижка, так что, девочки, у кого легкие волосы, короткие стрижки, эта штука вам будет круто, без утяжеления делать объем прикорневой. И очень долго держится она, потому что как лак. Пресс, смотрите, такой жидкий лак, который надо высушить. Как высушишь, так оно условно и встанет. Хорошая штука, рекомендую. Дальше, опять Кёэн я купила. Видите, как подрыпанная, поцарапанная. Это мне такое пришло с трендиола. Silver Saver Foam Treatment Soin Moss. Это пенка фиолетовая, не синяя, фиолетовая. Вот эта серия для блонда. Для убирания желтизны. Я раньше показывала, у меня всегда в системе Milk компания такая. Это испанский или португальский бренд, не помню, иностранный. И вот у Milk есть такая же пенка, я годами пользовалась. Сейчас ее труднее найти в магазинах, но на трендиоле есть, там могут быть подделки. В общем, это не подделка, а оригинал. Тоже 200 мл. Цена у них абсолютно одинаковая. Я увидела в рекламе, просто когда покупала тот спрей Кёэн для корневого объема. И увидела вот эту в рекламе, мне вышло. Я ее заказала на пробу. Да, работает. И мне даже больше, чем той фирмы Milk нравится, вот эта круче. Она не синяка, вот этого синюшного цвета много нет. Хорошо скрывает вот эту желтизну, напитывает сами волосы и больше у тебя вот этот холодный блонд держится. Рекомендую. Классная штука. Я заменила фиолетовый шампунь и всякие маски на вот такие, на укладочные уже, когда ты сушишь. Вот такая штука появилась. Это мис-спрей для волос. Чисто для приятного аромата кожи. И вообще для волос это... Ну как оно? У многих парфюмированных компаний есть миск для волос. То есть, чтобы этим парфюмом, который тебе сейчас нравится, тебе еще волосы им пахли. Вот это та штука. Мне это подарили. Мис-спрей, да. Wood scent, но я больше скажу, это точная копия парфюма, который у меня есть. Santal 33 от Lilaba. Мой любимый парфюмчик. Это он только для волос. Очень удобно летом, потому что жара, парфюм по-другому раскрывается. В жару и на коже, и масла. Вот это вообще субтурецкая жара жесткая. Вот это классный выход из ситуации, когда ты хочешь пахнуть своим парфюмом. И вообще мне это не нужно было. Это просто подарок. Ну окей, попользуюсь. Раз такая. И угадали, это мой любимый парфюм. И вот этот Lilaba Santal 33 я этим летом не пользуюсь им. Потому что у меня как-то в этом... Этим летом мне такие парфюмы, такие ароматы, Santal, травки, муравки не заходят. Но вот эта штука, она более легкая. И это классно. Я вообще присмотрелась на следующее лето. Я приобрету какой-то вот этот миск для волос. Какого-нибудь парфюмированного бренда. Мой любимый парфюм. Только в легкой форме такой. Это круто. И то, что в прошлый раз я забыла показать в уходе для тела. Вот такая штукенция у меня появилась от Pussy. Shower Body Foam. Пенка для мытья. Гель для душа как бы в форме пенки. Видите, у нее такой большой расход. Она очень быстро много расходов. Я вообще заметила, что любые средства для умывания или вот для душа, что пенкой выходит, оно очень быстро расходуется. Это тоже интересная штука. Здесь запах. Табак и ваниль. Мой любимый. Я до этого показывала крем для рук. Классный. Табак и ваниль. От вкусвилл. Очень похожий, одинаковый аромат. Что я скажу? Ну, это ненужная штука. Честно, это приятно. Можно найти гель для душа с запахом табака в ваниль у каких-нибудь брендов парфюмированных и пользоваться им прекрасно. Правильно? Эта штука неплохая. Это просто приятная пенка. Типа, как будто бы гель для душа ты уже в пенку сделал. В своей виходке, назовем так. Но она не такая концентрированная. Эта пенка у нее не такой концентрированный аромат. То есть пахнет это приятно, но на коже этот аромат долго не держится. Я выхожу из душа, буквально вытерлась. В душе еще пахнет, вот у ауры, да, в самом душевой. Открываешь дверь, все проветрилось. Тепло вот это все с запахом ушло. И на коже твоего особого аромата не остается. Поэтому я скажу, что штука хорошая, приятная, но бесполезная. И вот мой любимчик вернулся ко мне. Это Palmers, американская фирма. У них очень крутые средства масла и крема для беременных. Серия классная. Жирненькие такие кремики для живота. Отрастяжек у них для груди есть крем. И когда я была беременна, я надыбла эту историю. Я про него услышала, узнала. Продается в Турции в Ацинсе. Это косметическая продукция по уходу за кожей. Лосьон увлажняющий для кожи с маслом Ши и витамином Е. Офигенный, жирный, густой, классный боди-лоушен. Сейчас летом, сейчас летом пока что еще есть такой кайф у нас. Я каждый день хожу по песку. У меня постоянно сохнут стопы ног. Постоянно к чертям педикюры весь. То есть сухость ног постоянно. Потому что пляж, песок, вот эта сухость, бетон, вот это все вокруг. И обязательно каждый вечер я там скрабирую ноги. И я использую вот это масло-крем. Оно очень жирное. Я не буду, чтобы не нажимать, не вытекало. Я есть серия с кокосом. Кокос не очень люблю в кремах. А вот этот, он не очень навязчивый аромат. Он пахнет макадамией. У Палмалиф еще вкусный гель для душа макадамии есть. Очень похожий аромат, тоже люблю его. И очень круто. Короче, хорошо от сухости. Не оставляет супер жирного, там, липкого эффекта. Поэтому сносно на лет. Вот у кого ножки сохнут. Кто по песку много ходит. Кто на курортной зоне где-нибудь живет. Девчонки, присмотритесь. В Атсонсе продается. Очень крутой крем. Просто приятный. Вот у него ощущение роскоши. Добра на коже, да. И у него здесь, смотрите, он очень жирный. Его надо немного. Расход небольшой. И здесь 400 миллилитров. То есть, вот эта бодяга, это мне, наверное, на полгода. На сегодня видео у нас о волосах и немножко о уходе закончилось. Следующий выпуск у нас будет немножко маленький о парфюмерии, декоративной косметике. У меня там есть новиночки, всякие карандашики интересные, красивые, бюджетные находки. В косметике, декоративной основном бюджет будет и парфюмерия, которая мне не понравилась. Я так особо ничего не выбрала. Там один парфюм всего приобрела. Ну, в общем, короче, будет время, будет пищу, посмотрите. До встречи в следующем видео. Обязательно оставляйте ваши комментарии. Это будет приятно, потому что эти видео просто ссадят статистику канала. Про косметику мало кто смотрит. Это вообще такие убыточные видео по статистике для канала моего. Они сразу просаживают аудиторию. И YouTube меньше предлагает мои видео все с канала в предложке для других пользователей. И там и новости, и о Турции, и всякое такое про психологию. Соответственно, ставьте лайки, больше пишите комментарии под этими видео, если они вам нравятся. И распространяйте в соцсетях, давайте ссылку кому-то. Так YouTube посчитает, что это интересно этим делится. И общая статистика канала не будет падать. Спасибо за ваши комментарии. Чем из этого пользуетесь? Что нравится, что не нравится? Напишите какие-нибудь новиночки. Может, присмотрюсь, что-нибудь куплю по вашим рекомендациям. Скоро увидимся. Всем пока.